Любовь прекрасна, пока безопасна. Под таким слоганом сегодня волонтёры Красного Креста провели профилактическую акцию ко дню всех влюблённых в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина. Во время большой перемены волонтёрские группы раздавали информационный буклет о ВИЧ-инфекции, о том, как обезопасить себя и куда обратиться для сдачи теста. Принять участие в такого рода мероприятии мог любой желающий. Что такое любовь? Ответ на этот вопрос каждому необходимо было написать на бумажном сердечке. Взамен волонтёры Красного Креста давали участникам мероприятия памятки в форме валентинок. По инициативе студентов-волонтёров данная акция в университете проходит уже более 10 лет, потому что ребята, сами инициируя это, считают, что очень важно об этом говорить. Если смотреть статистику, то, к сожалению, за последние годы ситуация в нашем городе ухудшается, людей с заболеваниями ВИЧ становится больше. Ну вот поэтому ребята считают важным информировать своих ровесников об этом, говорить, что такая проблема есть. И всегда ребята придумывают какие-то новые формы. Это не просто информирование, это такая интерактивная площадка, где студенты общаются, делятся мнениями. Тема ВИЧ и СПИД актуальна на сегодняшний день, потому что молодые люди не узнают про это, и им, наверное, будет интересно знать, какая статистика, что нужно сделать, чтобы не заразиться, что сделать, когда заразился, куда идти, где брать помощь, и вообще, где узнавать информацию про вот это вот всё. Студенты с большим интересом принимали участие в данном мероприятии. И приятно, что и юноши, и девушки сами проявляли заинтересованность в получении определенных знаний. Ведь важно не только понимать, но и применять правильно те правила, которые им разъясняли волонтеры Красного Креста. По сравнению со всеми акциями, эта акция намного успешная, потому что много заинтересованных, особенно и парней, и, как бы, в особенности, если в остальные акции подходят больше девушки участвовать, то на эту акцию отвлекаются парни, потому что, если приходить в какую-то группу поддержки, это, наверное, как-то странно, а здесь, в университете, мы, волонтеры, можем помочь, объяснить, рассказать, как бы, на своем языке, и, как бы, оставить это всё в пределах анонимности. Нужно просвещать молодёжь, так как многие ошибки совершаются в детстве, именно из-за того, что мы ни о чём не осведомлены. Поэтому большое спасибо волонтерам, это очень интересно и увлекательно. Нужно знать последствия, к которым это всё приводит, и если ты знаешь, ты уже обезопасен, как бы, ты знаешь, что это не смертельно страшно, как это можно приобрести или откуда это появляется у человека. И если ты знаешь, что, допустим, у тебя это есть, ты можешь предупредить своего партнёра об этом. Такие акции, конечно же, помогают. Молодёжь всё время обновляет информацию, понимает, что нужно делать в каких-то ситуациях, либо что не нужно делать. А так, в принципе, у нас молодцы, помогают всем, что и как делать. Также очень сильно важно знать об этом, потому что если не знаешь, можешь попасть, и очень сильно будет плохо, в особенности здоровья. Это сейчас самое главное в наше время. Вне всякого сомнения, подобные акции для молодёжи нужны и важны, ведь главный посыл информирования – сохранить любовь и верность своему партнёру, чтобы обезопасить себя и близких, и, конечно же, сохранить здоровье.